Привет! Смотри, сколько я всего себе купила. Вот тут у нас H&M, вот здесь Лакост, вот тут и Соливер, Манго, а вот здесь еще и еще H&M. Я боюсь спросить, сколько за все это мы отдали? 50 тысяч рублей. Xbox, зимняя резина, путевка на море. Тихо, спокойно. Это была шутка. С первого апреля, дорогой. Подожди, а на самом деле сколько потратила ты? Конечно, это шутка. Не собираюсь я такие деньги тратить на одежду, когда можно обновить свой гардероб вполне демократично. Стоковый магазин – это тебе не розыгрыш, это экономия нашего бюджета. Ты смотри, вот эта вот рубашка, которую ты мне на 23 сироля дарила, сказала, что она дорогая, фирменная, она тоже вот отсюда? Фирменная, но недорогая. Шутки шутками, а одеваться в фирменную брендовую одежду хочется всем. Нет финансовой возможности? Неправда. В стоковых магазинах вещи на любой кошелек. Новая одежда с бирками и этикетками приехала в Благовещенск прямиком из Европы. Там она не продалась в обычных магазинах, поэтому сейчас продается у нас в стоке. Ну иди сюда. Ну ой, ой, какая красота, ну красиво. Ну молодец, ну присядь. Ой, а как так-то? Ой, как некрасиво. Ай-яй-яй-яй, взрослый человек, еще называется, оделся еще прилично. С первым апреля, дорогой. Очень смешно. Юмор помогает жить. Например, если относиться к шоппингу в стоке без предрассудков, а легко и с чувством юмора, то можно неплохо разнообразить гардероб. Главное правило – не нужно стесняться. Долой комплексы. Смело комбинируем, казалось бы, несочетаемые вещи и получаем уникальный наряд. Кстати, базовые вещи тут тоже имеются. Так что даже серые рабочие будни можно раскрасить новым нарядом. Дорогой, мне нужно тебе кое-что сказать. В общем, у нас будет ребенок. Кто? Почему я? Я слишком молод. Не, ну так даже неинтересно. Ну что ты меряешь-то во все, как маленький, а? А, так не правда же. Так это первое же апреля. А вот сейчас смешно было. Вот это хорошая сейчас шутка была. С таким не шутят. Я знаю. Но ведь первого апреля все можно. Поэтому посмейся и послушай, как можно ребенка приодеть. Берешь пару рубашечек, шортиков и юбочек и отправляешься к лесам. Один килограмм детских вещей в стоке стоит 900 рублей. Отличная идея. Дети ведь растут, как на дрожжах. А тут вот какая экономия семейного бюджета. Алло, Владос Валентинович. Да, я, здрасте. Автомобиль Тойота ваш? Мой. Ну это, забираем на штрафстояночку. Ага, давайте, забирайте. Да, да, да. Побежал прям спасать. Вот это вообще прям самая лучшая шутка за сегодня была твоя. А это не я. Моя машинка, моя девочка, ласточка моя, я тебя никому не отдам. Дарья дежурная по рубрике и к этому не имеет никакого отношения. Это как бы... Ты давай домой, я... А как номер? Куда звоним, ребята? Машина! Наивный, как ребенок.